Уже месяц в ЗАГСах Бийска и Барнаула работают так называемые комнаты примирения. Парам, которые находятся на грани развода, профессиональные медиаторы помогают сохранить семью. Как работают специалисты, чем они отличаются от психологов и есть ли уже положительные результаты, узнаем у Сергея Беззубенко, руководителя проекта «Алтай. Территория примирения». Сергей, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, кто такие медиаторы? Я знаю, что в вузах края даже таких специалистов готовят. Проще всего, когда мы объясняем, кто такие медиаторы, мы говорим о третьей стороне. Это некий попутчик в поезде, который совершенно случайно с вами на протяжении нескольких часов, а потом вы его никогда в жизни не увидите. Но он может погрузиться в ваши взаимоотношения, в ваши переговоры с любой другой стороной. Вы, не боясь, можете поделиться с ним любой информацией, которая в том числе является конфиденциальной. А он поможет организовать вам переговоры с другой стороной, учитывая интересы друг друга. То есть в любой сфере он помощник? Абсолютно в любой сфере. Там, где есть более одной стороны и возможен конфликт, который либо существует, либо уже назревает медиатор, может помочь. Да где готовят таких специалистов? Ничего волшебного в этом нет, я просто хочу предупредить. Это, по большому счету, специалисты в области переговоров, немножко от психологии, но готовят в Алтайском крае на сегодня, в Алтайском государственном университете. Еще в нескольких учебных заведениях делало несколько выпусков медиаторов. По большому счету, обучить медиатора. Это повышение квалификации, совершенно верно. Это с учетом формальных требований на базе высшего образования, дополнительная подготовка по программе, утвержденной Министерством образования Российской Федерации. Ну, медиатор, отучиться-то он отучился, но самое главное для медиатора, это то, что он делает дальше. И вот тех медиаторов, которые, обучившись, провели хотя бы 5 или 10 медиаций, их не так много, как хотелось бы, то есть еще нам учиться. Ну, чем от психологов медиаторы отличаются? И те, и другие с людьми работают, и те, и другие хотят помочь, помогают. Медиатор занимается со сторонами исключительно тем конфликтом, который между ними. И он ищет не проблему в каждой из сторон на уровне вот каком-то глубинном, а исключительно вот те вершки, которые относятся к этой проблеме. Самое главное для медиатора, это помочь стороне понять свои интересы. Вот медиатор с интересами работает. И дальше глубже ему не нужно. Какой-нибудь пример можете привести, чтобы вот прям совсем было понятно. Вот, к примеру, два человека хотят там устроить совместный бизнес или там покупка квартиры. Что? Когда хотят устроить совместный бизнес, к сожалению, к медиатору пока не обращаются. А когда уже есть что делить, в том числе или проблемы, убытки, тогда обращаются к медиатору. И вот в этом смысле им как раз психолог не поможет, потому что они оба замечательные люди. Причем, как медиаторы говорят, они оба правы, потому что все всегда правы. Но только ничего это им не приносит, ни одному, ни другому. Вот. Давайте поговорим о проекте, который месяц назад стартовал в Алтайском крае. И вы являетесь организатором этого мероприятия. Алтай, территория примирения. В чем основная суть? Проект стартовал на самом деле раньше. Это комнаты примирения у нас появились. Это по большому счету комнаты примирения. Это второй этап. На первом этапе мы отобрали специалистов, из которых мы планировали приготовить медиаторов. Мы обучили 30 медиаторов. Для этих целей мы профессиональных тренеров в области медиации с опытом участия в семейных конфликтах, международной сертификации медиаторов, привозили сюда, мы их обучили. И следующий этап развития этого проекта – это открытие комнат примирения, где для граждан, для сторон абсолютно на безвозмездной основе медиаторы их принимают в комнатах примирения. И помогают урегулировать их конфликты семейные с помощью медиативного подхода. То есть понять свои интересы, донести до другой стороны, услышать интересы другой стороны, не просто мимо ушей пропустить, а именно услышать. И попытаться понять, а в чем они сходятся и как эту точку правильную найти. Насколько охотно семейные пары, которые вот уже решили развестись, идут на контакт со специалистом, записываются они или в ЗАГСах предлагают? Чем более безысходная, по мнению сторон, ситуация у них, и чем больше у них связей есть между собой, как то дети, какие-то сложные, возможные проблемы с разделом имущества, еще чего-то. Или просто вот такие взаимоотношения и вместе не могут, и отдельно не могут. То есть чем больше связей между людьми, тем более сложная ситуация, тем более охотно они идут, потому что они свой инструментарий урегулирования конфликтов исчерпали. А им есть что терять, к тому же, да? Безусловно. А если нечего терять, то медиатор не поможет. Вот если кто-то на улице наступит мне на ногу и пойдет мимо, нашему конфликту медиатор не поможет, нас с этим человеком ничего не связывает, поэтому... А вот если это близкий человек сделает, тогда медиатор... Ну а сколько по времени обычно работают медиаторы, чтобы до результата? Редко, когда медиация бывает меньше двух часов. Иногда для полноценной медиации нужно два-три раунда по два-три часа. Вот отдельные встречи. Какие-то, может быть, один-два процента случаев, когда нужно больше, но, как правило, в семейных отношениях этого достаточно. Опять же, в сравнении с работой психолога, психолог может и годами заниматься человеком, его проблемами, но вот медиатор... Ну вот на данный момент комнаты примирения, они пустуют, не пустуют, там постоянно идет работа или как? На сегодня можно... Во-первых, в городе Барнауле комнаты примирения находятся в каждом из отделов ЗАГС. Там по определенному графику дежурят медиаторы. Записаться заранее на прием к медиатору можно как в отделах ЗАГС, так и по тем телефонам, которые, ну и на сайте у нас указаны, и в раздаточных листовках различных, и в отделах ЗАГС могут сообщить телефоны медиатора для того, чтобы согласовать удобное время, для того, чтобы стороны пришли. Вообще, ну, сказать, что пустуют или переполнены, сложно сказать. То есть есть график, и по графику медиаторы работают достаточно много, ну, несколько десятков пар уже получили такую помощь. И есть примеры, когда люди, которые пришли в ЗАГС для того, чтобы взять квестанцию по плате госпошлины, да, уже и уйти на развод, ну, как минимум взяли время или как максимум отказались от этой затеи, поняв, а как на самом деле урегулировать конфликт. Какое количество семейных пар вы планируете способны обработать? Ну, в рамках проекта есть формальный показатель, который мы заявили, и мы к нему будем стремиться. Это не является, с одной стороны, какой-то самоцелью, с другой стороны, планкой, которую, достигнув, мы опустим руки, скажем, вот, все, больше не будем. В планах 600 супружеских пар до конца ноября этого года должны получить такую помощь медиаторов в городе Барнауле и городе Бийске. Вот на сегодня проектом охвачены два города у нас, поэтому вот пока так. Что будет дальше? Будет проект успешен, надеюсь, может быть, это будет распространяться как-то в другие наши районы, либо другой способ распространения, то есть ближе к ноябрю будем думать, что из этого проекта дальше должно получиться. Но самое главное, что мы надеемся, что вот тот способ урегулирования конфликта с помощью медиации, он останется как минимум с теми парами, которые пройдут через медиатора. Когда отделы ЗАГС, увидев результаты этой работы и статистики, для себя поймут, что нужно поддерживать вот те самые комнаты примирения и после, потому что по опыту других регионов могу сказать, что около 70% медиации являются результативными, когда стороны понимают, что развод это не то, что их ожидает, что для них есть хорошо. Ну что ж, спасибо за эту интересную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Всегда рады. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Безубенко, руководитель проекта «Алтай. Территория примирения».